Сегодня в программе. Убийца таксистки признал свою вину и сидит в СИЗО. Кошельки воруют в торговых центрах Владивостока. Комендантский час в Уссурийске детям до 18. И главная тема недели – отдых на море, инструкция по выживанию. Убийца таксистки из Артема будет дожидаться суда в СИЗО. Мужчина уже рассказал следствию, как убил свою жертву и попытался скрыть следы страшного преступления. Напомним, 17 июля 28-летняя девушка ушла на работу в такси и больше не вернулась. Преступника нашли быстро. 27-летний парень хотел завладеть автомобилем девушки, поэтому задушил ее, а тело сжег. Сейчас на него заведено уголовное дело. В одном из торговых центров Владивостока орудуют воры. Камеры видеонаблюдения сняли, как в самый разгар дня девушка в оранжевом уводит кошелек прямо из сумки. Похожую грабительницу в точно такой же одежде разыскивают в соцсетях Артема. Также за кражу кошелька в магазине. Пользователи соцсетей подозревают воровку в употреблении наркотиков. Комендантский час ввели для несовершеннолетних в Уссурийске. После 23-х часов на улицах категорически запрещено находиться тем, кому нет 18-ти без сопровождения взрослых. Если дети будут гулять в ночное время, их задержат наряды полиции и доставят в отдел до выяснения личности, домашнего адреса и телефонов родителей, которых оштрафуют. Кроме того, ночью детям до 18 лет нельзя находиться в барах, кафе и ресторанах даже в сопровождении взрослых. Пляжный сезон во Владивостоке. Время полное опасных неожиданностей. Беспечных любителей отдыха на море поджидают медузы-крестовики, перегревы, тепловые удары, отравления. Любая из этих опасностей реальна. Если долго находиться на солнце, купаться в грязной воде, не иметь под рукой элементарных лекарственных средств, чистой питьевой воды и употреблять на пляже алкоголь. Как сделать отдых на море безопасным, нашей программе рассказала Людмила Савельева, заведующая кабинетом мониторинга здоровья и информационно-аналитической работы Краевого центра медицинской профилактики. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Добрый день. Лето, пляжный сезон, таит в себе, оказывается, немало опасностей. Вот расскажите, пожалуйста, какие опасности подстерегают отдыхающих на пляже? Чего в первую очередь стоит бояться, опасаться, остерегаться? Да, вы правы. Несмотря на то, что лето – это безоблачная пора, отпусков, но тем не менее опасности нас подстерегают. И в первую очередь это тепловой солнечный удар, который можно получить как на пляже, так и просто, идя по улицам нашего города. Даже так? Даже так. Каким образом, как можно понять, что начинается тепловой удар, или это всегда внезапно, от чего он наступает, перегрев, что происходит в этот момент с человеком? Ну, по сути, в общем-то, тепловой и солнечный удар, они мало чем отличаются. Если при солнечном ударе у нас идет воздействие непосредственно солнечных лучей на нашу голову, скажем так, да, то при тепловом ударе – это воздействие фактора внешней среды, длительное. Но симптомы практически одинаковые. Какие? То есть это головная боль в первую очередь, да, вплоть до потери сознания. Это может быть и тошнота, это может быть и рвота. И человек просто начинает чувствовать себя очень плохо, особенно тот, который имеет какие-то хронические заболевания. И поэтому это очень опасно. Это очень опасно. А как избежать? Ну, для того, чтобы избежать этих ударов, конечно, когда мы говорим особенно о пляже, да, во-первых, желательно идти на пляж в утренние часы и после 16 часов, чтобы не подпасть под яркое солнышко. И, конечно же, идя на пляж, нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Во-первых, если еще с вами маленькие детки, да, то здесь должна быть и небольшая аптечка, и много-много воды, и, конечно же, светлые тона одежды, которые просто отражают солнечные лучи. Но если же все-таки удар случился, и вы почувствовали себя плохо, то в первую очередь нужно проверить, есть ли у пострадавшего пульс, есть ли дыхание, да, если все-таки нет, начинать искусственное дыхание. Если все-таки все нормально, да, то перенести пострадавшего в тень, как можно больше дать питье и, ну, иметь подручное средство, ну, хотя бы носовой платок, чтобы его смочить и кожные покровы просто увлажнять. Снять стесняющую одежду, расслабить ее, ну, и, конечно же, необходимо вызвать скорую помощь. А что должно входить в аптечку, которую нужно брать с собой на пляж? В аптечку на пляж, ну, я так думаю, что в первую очередь, ну, должна быть вода, да, скажем так. Не как, может, и как аптечка, и как средство, которое должно быть под рукой всегда. И, конечно же, желательно всегда иметь с собой противоаллергические препараты, потому что различные варианты случаются на пляже, и тот, кто обладает какими-то аллергическими моментами, то это еще ухудшит его состояние. Если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть иметь с собой те препараты, которые назначал доктор ему до этого. Поговорим про как раз случаи, которые вызывают аллергическую реакцию, да, например, укусы медуз. Вот чем они опасны? Сейчас сезон как раз подошел к тому пику, когда медузы начали активизироваться. У нас во Владивостоке в Приморье опасны крестовики. Вот насколько они опасны? Смертельно ли опасен укус такой медузы? Как от него уберечься? Или, если все-таки случился укус, как минимизировать последствия? Ну, в общем-то, смертельных случаев в Приморье не зарегистрировано, но осложнения после укуса могут быть серьезные. И, конечно же, если говорить о самой медузе, крестовике, да, то она чаще обитает в такой теплой воде, в вылистой воде, в грязной воде, в мутной воде. Поэтому желательно быть подальше от таких мест, где есть трава, где есть загрязнение какое-то определенное. Но все-таки, если же этот укус случился, то, конечно, необходимо пострадавшего из воды вывести, да, смыть это место укуса обыкновенной водой и в то место не дотрагиваться, где произошел укус. А можно взять какой-то тупой предмет, ну, тупую сторону ножа, скажем так, и аккуратно счистить это место тех клеток стрекательных, которые, в общем-то, повредили кожные покровы. В результате укуса, конечно, ну, на что жалуются обычно? Такая триада. Жжение, боль, зуд и, может быть, онемение конечностей, может быть, и тошнота, и рвота. То есть различная лихорадка, различное проявление аллергической реакции точно так же может быть. Ну, главное не паниковать, главное не паниковать. И еще такой есть момент, не тереть это место каким-нибудь носовым платком или каким-то предметом, не дотрагиваться до него, потому что яд может проникнуть дальше в кожу. И буквально через 10-20 минут наступает ухудшение состояния. Поэтому хорошее питье и обращение, конечно же, в медицинское учреждение. Поговорим с вами еще о других укусах. То есть у нас все-таки в разгар летнего сезона это не только медузы, это не только пляж. Например, змеи. Их привозят в капотах машин часто. Люди там принимают их за какие-то веревки, пытаются вытянуть. В результате змея кусает человека. Что тоже делать в такой ситуации, если ты все-таки укусила? Да, такие факты имеют место быть. Конечно, бурого мишку реже встретишь на наших дорогах, нежели змею. Но такое случается. И случается очень часто именно в летние месяца. Что в таком случае делать? Ну, самое первое, не паниковать. Единственное, место укуса, некоторые советуют, и в некоторых сказках пишется, нужно отсосать. Этого тоже делать нельзя. То есть нельзя трогать рану. Нельзя ее вскрывать, тереть и так далее. Нужно буквально наложить повязочку чистую, дать опять питье хорошее. Если есть, опять возвращаемся, противоаллергический какой-то препарат. И немедленно обращаться в медицинское учреждение. Очень много таких факторов, касающихся утяжеления состояния. То есть ребенок это ли, женщина ли, или мужчина. Какой размер змеи. Вот считается, что именно в осенние месяца яд более токсичен у змей. То есть от конституции человека зависит. На килограмм веса количество яда, которое получит человек. Ну и также хронические заболевания. Потому что в результате укуса может произойти, ну, вплоть до смертельного случая, конечно. Поэтому нужно быть осторожным. Змея пытается всегда как бы отойти от человека. Поэтому нужно быть внимательным, когда мы шагаем. Ну и если идем все-таки по лесу, или же в каких-то местах, где они обитают, иметь хорошую обувь высокую, чтобы все-таки как-то избежать, если это все произойдет, и если ты с ней встретишься на полянке где-нибудь. А как вообще вести себя правильно отдыхающим? Неважно, на море ли, в лесу ли. Вот в эти летние месяцы, когда все расслаблены, да, но тем не менее вокруг полно опасности. Как правильно себя вести для того, чтобы избежать вот этой опасности для жизни? Быть осторожными, в первую очередь? Ну, наверное, да. Да, потому что правила, скажем так, безопасности, они у нас существуют разные. Да, есть правила безопасности на воде, есть правила посещения леса, скажем так, да, правила купания. Просто необходимо об этом помнить и как бы включать наш головной мозг, да, для соблюдения того, чтобы потом не попасть в неприятную ситуацию. И, конечно же, если еще с вами маленькие детки, то об этом всегда помнить. И обязательно иметься под собой, ну, пусть небольшую, но аптечку. Антигистаминный препарат. Да, это тоже не помешает, скажем так. Солнце, воздух и вода – это не только здоровье, но и стихия, относиться к которой стоит с уважением. И тогда ваш летний отдых не будет испорчен. Смотрите в следующей программе. Игры на рельсах. Железную дорогу во Владивостоке атакуют вандалы. Даром ноги помял четыре гуны и выбил доски из двух лавок. Игры на рельсах. 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 Продолжение следует...